Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу предложить вашему вниманию стример по хищнику, который достаточно хорошо работает как по судаку, так и по щуке. Выполнен он с огрузкой, со смещением центра. Как вы видите, жало находится вверху, поэтому наш стример будет идти все время жалом вверх. Мех я использую песец с добавлением галографического и другого люрекса. Довольно-таки быстрое в изготовлении приманка и не требует большого количества материалов. Все находится под руками. Приступим к вязанию. Крючок я взял, как обычно, фирмы Страйк. 1-0, можно 2-0, 3-0, в зависимости от того, в каких местах вы будете рыбачить. Немножко промазываю цевью, в месте крепления глазок. Для того, чтобы наши глазки не уходили в сторону, я делаю небольшой вот такой вот бортик. Одна из небольших хитростей при креплении глазок-гантелек. Если у вас нет в наличии, допустим, как вот у меня, я имею возможность выточить. Креплю я их так, чтобы у меня Стример шел вот сверху. Креплю, чтобы Стример мой шел жалом вверх. Прихватили. И восьмерочкой прихватываем наши глазки. Прихватили. Если вот я сейчас оставлю так. Если у вас нет, я, допустим, вытачиваю вот на токарном станке для себя разного вида шарики, для вертушек, для других целей, для огрузки глазики. И очень часто я использую еще и вот такого типа глазки. Вот, как вам видно. Не как песочные, а как гантельки. Поэтому, как у вас будет удобно и из чего у вас будет получаться, можно взять два шарика от цепочки, которые закрывают пробку в раковине. Или же взять для два шарика, которые используются для огрузки нахлыстовых Стримеров. Проматываем, следим, чтобы он у нас никуда не ушел. Вот у нас нормально. Добавляем еще немножечко клея. И промазываем. Уже чуть больше по цевью, потому что этой огрузки мне будет недостаточно. Потому что Стример наш рассчитан не столько на щуку, сколько на судака. Поэтому глубины у нас могут достигать 6-8 метров. Я отрезал кусочек свинца. Теперь мы берем вот такая полосочка свинца. и я его креплю. Начинаю прогонять по цевью. Не доходим до глазок. Примерно миллиметров 5. Остатки отрезали. И теперь окрещательно подогнув кончики нашего свинца. Чтобы не мешали обмотке. Промажем еще клеем и промотаем ниткой. Как я уже говорил, Стример изготавливается очень быстро. Минимум материалов. И в то же время достаточно уловистая приманка. За счет того, что мех можно использовать не только песца, но и мех кролика. И за счет этого подвижность и игра приманки очень хорошая. Закончили. Я считаю, уже достаточно. Теперь для формирования хвостика я возьму щепоточку совсем небольшую красного меха песца. Посмотрели приблизительно хвостик равен длине. Остатки мы отрезали. И крепим получается обхватываем мех по цевью и крепим мы вот в этой точечке вот такую вот петелечкой. Раз захватили. Распределили мех по цевью и прихватили. Для дальнейшего формирования хвостика я возьму еще немножечко морковно-персикового цвета песец. Пучочек возьму чуть-чуть уже пожирнее. Убрали под шерсток. И этот пучочек я уже укладываю поверх не обхватывая. Прихватили. Вот так. Теперь я беру наш люрекс который мы используем вот такой жесткий. Укладываю с одной стороны немножко. и с другой стороны если немножко недостаточно люрекса можно добавить еще парочку волокон. Вот так. И я беру добавляю к этому же месту голографический плоский люрекс пару прядей с одной стороны и пару прядей с другой стороны. Этот люрекс очень хорош тем что он в ультрафиолете хорошо отражает свет на больших глубинах. Закрепили с одной стороны отрезали подровняли и крепим с другой стороны. количество волокон блестящих здесь даже приветствуется если много не бывает поэтому если вы используете значительно больше чем я вот в своем варианте это тоже не страшно. На качество поклевок это не влияет абсолютно даже может и лучше. Вот мы прихватили вот так люрекс теперь берем хорошую щепотку белого меха вот у меня имеется песец вот такой специально длинный я подбираю так чтобы хвостик мой уже был значительно длиннее красного и персикового моего сегмента хвоста беру щепоточку где-то толщиной пол карандаша убираю под шерсток для того чтобы наш мех хорошо держался я промажу клеем в точке крепления так чтобы даже немножечко захватило наш мех крючок и так беру вот так одевая на крючок сверху его креплю подтянули прихватили посмотрели то что вы видите в данный момент конструкция вам не очень вот так нравится значит я покажу как это будет выглядеть уже вот в таком варианте как видите хвостик у нас достаточно объемный пышный и вполне готов уже крепим обратно крючок теперь для формирования тела я буду использовать все тот же песец но разных цветов с чередованием черного белого или можете вы изготовить если у вас нет в наличии такого количества песца по цветам можете спокойно использовать один какой-либо цвет добавив немножко для привлекательности в этот мех люрекс вот мы с вами закончили подровняли чтобы не было ямок было все ровненько и теперь я беру так как у нас меха будет много и метод расщепления нити не совсем подойдет я делаю даббинговую петлю ниточку увожу в стороночку и берем щепоточку небольшую вот у меня имеется вот такой морковного цвета песец отрезаем подшерсток убираем он нам немножечко будет мешать не укладываем в нашу нить так как мы еще будем подготавливать мех а укладываем рядышком возле себя так чтобы потом сразу можно было все эти пучочки положить в даббинговую петлю подготовили пучочки меха как я и говорил и теперь берем нашу даббиновую петлю слегка промазываем нашим клеем и одна особенность я для того чтобы не делать лишнюю работу подготовил пучочки одной вот такой вот длины укладываю морковный укладываю белый и укладываю черный вот приблизительно вот так теперь я беру начинаю подрежу мех и начну рассредотачивать его равномерно по нашей даббинговой петле вот мы подрезали мех убрали остатки вышла у меня вот такая конструкция если вам видно и теперь начинаю рассредотачивать мех чтобы он ровненько у меня находился по всей моей длине если у вас возникает проблема или мех допустим цепляется к рукам можно вот взять даббинговую иглу и даббинговой иглой аккуратненько весь 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 мех подровнять приблизительно даббинговая петля длиной должна быть не более 15 сантиметров проверено уже этого будет вполне достаточно для того чтобы сформировать тело в зависимости от крючка вы уже потом увидите сами сколько вам нужно будет чем больше вы возьмете меха тем для вас будет немножечко хуже даббинговая потом наша наша веревка будет выглядеть в качестве морского каната что не есть хорошо так как нам необходимо чтобы у нас было тело не совсем такое жирное я беру креплю передержатель отвожу в сторону и начинаю закручивать поправляя наши волоски вот у нас получилось достаточно подкрутим еще достаточно такая лохматенькая наша веревочка теперь для того чтобы мне было удобно наматывать я возьму можно специально щетка для расчесывания даббинга ну я пользуюсь обыкновенной щеткой зубной распушили вот вышла у нас вот такая пушистая хорошая веревочка и теперь отводим бородки в одну сторону начинаем наматывать по телу не забываем отводить волоски меха в сторону дабы они у нас сильно не закручивались и не мешали так годится хорошо можно обматывать тело разрезав шкурку но в таком случае не всегда получается подобрать необходимое количество меха по цветам чтобы шкурки подходили поэтому я если нет у меня белого меха я просто беру тогда и списав формирую вот такую нить и делаю тело мы сделали вот такое тело сейчас мы с вами еще его расчешем немножечко прихватили добавим теперь немножечко черного опять делаем нашу дабинговую петлю и сделаем еще одну наборочку меха берем очередную порцию меха в этот раз я цветовую гамму так как у нас это серединочка мушки должна быть больше черного и будет двигаться наше тело к завершению голове я добавил немножечко морковного цвета вот взял два вот таких пучочка делаем точно так же как первый раз сперва закрываем немножечко нашу дабинговую петлю и начинаем рассредотачивать наш мех длину кончиков я уже подровнял подрезал излишки поэтому сейчас мы будем только формировать дабинговую нить беру опять передержатель и начинаю скручивать помочь помочь вот мы уже скрутили опять берем нашу щеточку подровняли мех и начинаем дальше мотать наше тело не забываем уводить в сторону волоски так и как вы видите у нас в районе глазок там где будет сформирована наша голова как раз достаточное количество меха добавлять нам не надо все мы хорошо угадали теперь я беру добавляю немножко сейчас крючок я беру немножечко увожу волокна и на место там где у нас крепится голова я нанесу немножко клея наносить я буду на нить чтобы мех не запачкать пару капельчик нам хватит и здесь проматываю хорошо парочку оборотиков нашего нашей ниткой теперь по как наш клей прихватывается мы берем с вами немножечко распушили наш стример как видите он да пока у нас немножко непослушный лохматый но как попадет в воду играет довольно таки хорошо отзывы хорошие об этой приманочки отрезаем излишки удалили нитку и теперь для завершения я беру дабинг вот такой так как у меня головка вышла цветом ближе к желтенькому персику значит я тогда возьму немножко желтого оранжевого и сформирую здесь дабинговую нить дабы закрыть красиво наши глазки так подготовили теперь подводим делаем пару оборотов там где у нас крепились глаза и сме и мех так раз два и теперь мы так как проходили восьмерочкой проходим нашим дабином опять через наши глазки добавим еще дабинга так посмотрели закрыта у нас хорошо и теперь промазываем опять нашу ниточку клеем делаем завершение как вы видите наш стример готов поправим готов к работе поправили подчисали его немножечко все жду ваших комментариев приятной вам рывалки